Всем привет, вы на канале это Qnion и в сегодняшнем видео уроке по Adobe Photoshop я вам расскажу как можно сделать вот такую вот картинку в стиле разрушителей мифов как может еще помните была такая вот программа так что давайте начнем наш видео урок, поехали! Итак, первым делом нужно выбрать наш объект, точнее наши фото с которыми будем в дальнейшем работать далее переходим в панель инструмента, панель инструмента выбираем Quick Selection Tool и с помощью Quick Selection Tool выбираем наш объект, точнее выделяем его кстати если вы выделили что-то лишнее, то просто с помощью зажатого Alt и опять же выделения вы убираете лишнее но в принципе точность выделения здесь большой роли не играет переходим теперь к Select and Mask, выбираем его здесь в принципе выбираем плюс-минус такие же параметры как у меня обязательно в Output выбираем здесь New Layer with Mask нажимаем клавишу ОК, это все дело применяется и видим что есть некие недочеты, а точнее или же что-то лишнее или же тут немного селись колеса так что мы давайте с помощью кисточки и маски, точнее черной кисточки и маски мы сейчас уберем лишнее так выбираем простую кисточку с мазом где-то на процентов 60 далее недостающие элементы, просто создаем новый пустой слой размещаем его под нашим автомобилем и теперь выбираем цвет с нашего колеса и просто вот так вот элементарно кисточкой это все дело дорисуем, только делаем ее более жесткой по краям ну где-то плюс-минус так, наверное после этого создаем новый пустой слой, для этого нажимаем File, New, здесь указываем размер, пусть это будет размер Full HD здесь три, ста-та-та-та-та, в принципе цвет заливки и так далее ничего не меняет в принципе как и название, нажимаем клавишу Create у нас создается новый пустой слой, переходим во вкладку Layers, здесь мы видим наш background создаем поверх него новый пустой слой, отключаем наш background наш основной слой мы заливаем черным или же белым цветом, например в моем случае это черный после этого нажимаем по нему два раза левой клавишей мыши, у нас открывается окно Layer Style и после этого опускаем здесь в пункту Gradient Overlay, вот он далее здесь указываем два цвета, например первый здесь вот более такой вот темно-насыщенный так, а второй такой вот более светло-синий нажимаем клавишу ОК, точку перехода ставим приблизительно по центру между этими слоями нажимаем клавишу ОК и здесь я чуть перепутал, нажмите если у вас все получилось не так то есть у вас должен быть центр более светлый, а края темные если у вас не так, то просто нажмите клавишу Reverse для того чтобы это все реверснулось ну вот я нашел подлинный цвет, вроде бы как похоже далее мы создаем еще один пустой слой, нажимаем здесь на создание пустого слоя далее наш Layer 2 создается и мы его заливаем тоже черным цветом далее с помощью Command T мы уменьшаем его, вот так вот цепляясь за края размещаем его по центру, нажимаем клавишу Enter, это все дело применяется ну и после этого нужно перейти настройки, но перед настройками нам нужно создать еще наш паттерн что такое паттерн я рассказывал в уроках еще ранее, но давайте сейчас расскажу кратко как сделать наш паттерн который нам нужен мы создаем опять же новый пустой слой, указываем ему размер не сильно там большой где-то там 500 на 500, 400 на 400, сильно много не нужно вот 500 на 500, на все остальное все равно создаем новый пустой слой здесь, отключаем Background выделяем с помощью инструмента выделения весь наш слой далее нажимаем на нем правой клавишей мыши, у нас скрывается вот это вот окно в котором мы выбираем пункт здесь вот Stroke выбрали его, Color указываем белый а размер где-то там 5-6 пикселей, то есть не сильно много нажимаем клавишу ОК, у нас появляется наш Stroke с помощью Command D убираем выделение, видим вот эту вот белую линию после этого переходим в пункт Edit в пункте Edit опускаемся к пункту Define Pattern и здесь создаем наш паттерн, давайте назовем его например там White возвращаемся к нашему основному проекту, вот он далее переходим к нашему Layer 2 новосозданному нажимаем по нему два раза левой клавишей мыши опускаемся к Pattern Overlay и здесь выбираем наш паттерн у меня здесь уже есть еще который я перед этим делал и мой новый, вот он, выбирай его далее в Opacity указываем небольшие параметры чтобы это все было еле-еле заметно где-то вот 30-40-20% ну смотря какой паттерн вы сделали и по Scale указывайте насколько вам это все нужно кстати не забывайте ставить галочку Link with Layer мне приблизительно 7% хватает с головой нажимаю клавишу ОК и кстати возвращаемся назад здесь мы еще не выбрали Stroke выбираем Stroke Size указываем тоже на ваш вкус вкус и цвет где-то вот 6-7 пикселей здесь указываем Inside нажимаем клавишу ОК это все дело применяется и после этого переходим к нашему слою и выбираем на нем режим наложения Screen вот все пропал наш черный фон далее делаем его дубликат выбираем данный слой Layer 2 нажимаем комбинацию клавиш Command J у нас создается Layer 2 Copy и на нем мы отключаем Pattern Overlay далее уменьшаем этот слой для этого нажимаем комбинацию клавиш Command T и размещаем его более по центру можем кстати с помощью зажатого шифта это все дело чуть-чуть растянуть по бокам да это все дело применилось и работаем далее с нашим эффектом после этого мы возвращаемся опять же к нашей картинке которую мы вырезали ранее видим что она создана с нескольких слоев так что выбираем наш слой с подрисовыванием и основной слой с машиной и маской с помощью зажатого шифта далее нажимаем на них правой клавишей мышь и после этого нажимаем на Convert to Smart Object нажимаем комбинацию клавиш Command C для того чтобы это все дело скопировать и Command V на нашем основном проекте для того чтобы это все дело вставить далее с помощью Command T мы уменьшаем данный наш объект и размещаем его там где нам нужно нажимаем клавишу Enter для того чтобы это все дело применилось и мы видим что он получается как бы ну натуральным а нам нужно оставить чтобы остались только грани для этого мы поднимаемся вверху через окна Adobe Photoshop к пункту фильтр в пункте фильтр мы опускаемся к стеллайзу а в стеллайзе мы ищем инструмент точнее не инструмент а пункт Find Edges вот он и уже что то более похожее на правду но есть еще вот эта вот белая обводка которая нам не нужна выбираем для данного слоя режим наложения Divide вот он и уже больше похоже на правду но мы видим что есть некие лишние детали плюс цвета сейчас мы это все уберем для этого переходим к пункту аджасменты кстати если у вас нету аджасментов то просто переходите в Windows а в Windows ставите галочку напротив ваших аджасментов начнем с Levels выбираем его привязываем его с помощью зажатого Alt к нашему слою для этого зажимаем Alt и размещаем стрелочку между этими двумя слоями это все дело привязывается и теперь просто вот так вот таскаем параметры здесь для того чтобы добавить или же убрать лишнее и кстати еще лишнее чтобы убрать мы выбираем наш слой создаем на нем слой маску вот он выбираем опять же черную кисточку и просто с помощью черной кисточки убираем все лишнее на вашем фото ну вот что-то типа такого и далее мы уберем наш цвет для этого опять же возвращаемся к аджасментам здесь выбираем инструмент white and black вот он выбрали его опять же с помощью Alt привязываем к нашему слою и видим что все цветные элементы стали или же белыми или же в принципе прозрачными кстати здесь вот с помощью настройки по цвету можно опять же или же убрать или же добавить некие элементы вашего объекта далее давайте добавим некую надпись для этого мы можем выбрать или же просто инструмент текста и с помощью выбранного шрифта написать то что нам нужно например вот BMW разместить его над нашим объектом или же с помощью кисточки мы переходим под инструмент выбираем опять же нашу кисточку выбираем здесь вместо простых кистей сухие кисти например вот эту делаем под нее новый пустой слой и теперь вот так вот указав ее размер не сильно большой где-то вот например 20 пикселей просто там пишем там E38 но что-то типа такого ну вот в принципе все что я хотел рассказать по данному эффекту который даже является немного даже ностальгическим помните как мы все смотрели этот проект разрушитель легенд по телевизору как мы бежали к телевизорам и смотрели это все с удивлением жалко конечно что его закрыли но все равно они очень таки много и детально нам показали и рассказали так что на вот такой вот ностальгической нотке мы еще немного закончим так что на этом наш видео урок мы заканчиваем напишите в комментариях что вы думаете об этом в видео уроке ну и также не забывайте подписываться на наш канал и ставить нам лайки всем спасибо за просмотр и всем пока